Лидер Кремлёвской ОПГ, он же многомах и профессиональный врунишка, вновь появился на экранах с очередным спектаклем, на этот раз совещание с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками «Ракет». Но даже тут кремлёвские монтажёры постарались на славу, ни одного общего плана. Друзья, коллеги, система «Орешник» – это не модернизация старых, ещё советских систем, хотя понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза. Ужество и героизм наших солдат и офицеров, прежде всего, зависит от выполнения всех задач в рамках специальной военной операции. Видимо, в этот раз ковидобоязнь Путина достигла новых высот, и карантинные меры решили заменить банальным «снять кино». Явно некогда тратить недели на изоляцию, а пересиденту нельзя рисковать своим драгоценным здоровьем. На повестке дня «Орешник». Это наш, ваш комплекс, который вы же и назвали «Орешник». Нагомах с гордостью сообщил, что испытания прошли успешно. Знаем с вами по анализу данных оперативного и объективного контроля. Испытания прошли успешно. Мы будем эти испытания продолжать. Решение о серийном производстве принято, и вообще этот комплекс станет новым гарантом суверенитета. В переводе с кремлевского – еще один инструмент для запугивания мира. Видимо, в спешке многоходовочники хотят успеть нагнать страху, пока Украина не получила более мощное дальнобойное оружие. Например, американский томахок или что-то столь же эффективное. Особенно позабавил момент, когда кремлевский Врунишко заявил, что «Орешник» при массовом применении сопоставим с оружием стратегического назначения. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае, это межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения. Это прозвучало так, будто сам Путин не верит в массовое производство чего-либо в стране, где туалетная бумага уже является символом дефицита. Ну и, конечно, слова о гордости за достижение ракетостроения звучат как попытка замазать провалы. Пока ВСУ регулярно напоминают России о том, как работает настоящая современная техника, Кремль выдает серию постановочных встреч и громких заявлений. А финальный аккорд – обещание госнаград создателям «Орешника». Создатели ракетной системы «Орешник», те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены государственным наградом. Видимо, раздавать медали – это последнее, что у пересидента пока не отнимает сил. И все же, торопитесь, кремлевские махинаторы, торопитесь. Украина явно готовится к тому, чтобы ответить вам так, что ни один «Орешник» не спасет. Но эта система действительно, это прежде всего результат работы, вашей работы, работа, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана именно на базе современных, новейших разработок. Это просто удивительный кретин. И разрешение британцам и французам использовать «Стормшеду» и «Скальпы», конечно, в этом есть элемент. Есть элемент того, чтобы оставить как можно более плохое наследство следующей администрации. У партии демократов видим это в крови. Не исключаю, что вот это вот стремление, ну, по-русски говоря, простите меня за жаргон, нагадить, оно проявляется вот и в нынешних условиях. Также Путин связал применение «Орешника» с планами США по производству и размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и Тихоокеанском регионе. Президент добавил, что Россия будет заранее информировать мирное население перед ударами «Орешником», как сообщило США о пуске «Орешника» за полчаса. Российская сторона предупредила американцев о пуске «Орешника» по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, который работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой Соединенных Штатов Америки. В СУ утром 21 ноября заявили, что Россия применила в бою межконтинентальную баллистическую ракету, но серьезных последствий атаки не было. Представители США сообщили, что Россия выпустила под Днепру экспериментальную ракету средней дальности. Вероятно, целью удара стал завод «Южмаш», производящий ракетно-космическую технику. Да. Алло. Да, у меня брифинг. Днем 21 ноября во время брифинга официальному представителю МИД Марии Захаровой кто-то позвонил. Захарова, не прерывая общение с прессой, взяла трубку и разговор попал в запись брифинга. Журналисты издания «Проект» узнали голос собеседника Захаровой. Звонил первый замглавы администрации президента Алексей Громов. Журналисты «Радио Свобода» проанализировали открытые источники и нашли среди обломков ракеты, ударившей под Днепру, деталь с маркировкой Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики. Он занимается разработкой и созданием систем управления в ракетах «Тополь-М», «Булава» и «Искандер». Пентагон заявил, что ракета «Орешник» создана на базе подвижного ракетного комплекса стратегического назначения. Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Она была создана на базе российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж». «Рубеж» разрабатывался с 2010-х годов и должен был заменить устаревшие комплексы «Тополь» в 2017 году. Но в марте 2018-го их исключили из программы вооружений из-за нехватки денег. «Что они там забомбили? Еще один прилет летит?» 20 ноября Украина нанесла удар дальнобойными британскими ракетами «Сторм Шеду» по штабу российской группировки «Север» в поселке Марьино Курской области. На следующий день «Уолл-стрит-джорнал» со ссылкой на западного чиновника сообщил о ранении генерала армии Северной Кореи. Днем ранее ВСУ нанесли удар ракетами-атаком по складу боеприпасов возле города Карачев в Брянской области. Это было первое применение дальнобойных американских ракет по территории России. Почему обстрел оккупированных территорий Украины – это не красная линия, а после того, как «Сторм Шеду» и «Атакамса» прилетели на территорию России, вот это все, сразу Путин испытывает оружие и выпускает свое заявление? Я думаю, что причина здесь заключена в том, что ситуация самой войны, то есть весь ее ход и весь сценарий, они в последние полугода, с лета 1924 года, они претерпели радикальные изменения по сравнению с предыдущими. Радикальные изменения связаны с Курской областью. Это первое обстоятельство существенно. И то, что украинские войска в Курской области, а при этом российские войска не в состоянии их выбить. Это создает новую ситуацию вокруг всей концепции территорий и границ, условно говоря. Для Путина все это достаточно болезненно, несомненно. Плюс к этому нет сомнений и в том, что эскалация предназначена и для того, чтобы демонстрировать ее Джо Байдену, и Дональду Трампу, который скоро будет в Белом доме. Перед нами ситуация, когда у нас тут 60 дней окна возможностей для всех сторон. И это окно возможностей и для самых радикальных действий, и для попыток мирного урегулирования. Потому что после того, как Дональд Трамп займет свой пост, он уже будет выдвигать какую-то свою стратегическую доктрину. И наступит какой-то момент ясности со стороны Соединенных Штатов. Вот сейчас такой момент. И здесь Путин демонстрирует свои возможности. Я думаю, что и Соединенные Штаты со своей стороны сейчас в этот момент демонстрируют какие-то возможности. Украина продемонстрировала возможности, нанеся ракетный удар по санаторию управления делами. Достаточно эффективный и болезненный для Путина. Это было видно из его заявления. Так что, мне кажется, вот здесь мы просто находимся в очень турбулентной ситуации этих буквально 60 дней. И можно ждать самых неожиданных шагов со всех сторон. Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Третье кладбище уже под Шибекино. Буферное кладбище в Буферной Белградской области. В вооруженных силах Российской Федерации начали массово уничтожать тела своих же погибших солдат, чтобы снизить объемы посмертных выплат. По словам нескольких российских офицеров, находящихся на Угледарском, Кураховском, Покровском направлениях, неделю назад было дано неофициальное распоряжение из штаба Объединенной группировки Вооруженных сил Российской Федерации о необходимости избавляться от тел погибших солдат без передачи их ДНК-материалов и без передачи тел и сведений о военнослужащих. Начался обстрел, короче. Конкретный обстрел. Обстрел шел точечно, то есть там спрятаться было некуда, потому что во всех блиндажах лежали трупы, короче. То есть, ну, некуда деться. И то есть сразу впереди кто шел, там два трупа, три трупа, крики, там, короче, все в разоранном, в лохмоте. Я, короче, бросил вещи, побежал искать куда выкрыться, спрятался в каком-то там под корневой системой, под елкой. Сидел до шести утра, короче, пока обстрел не закончился. После того, как обстрел закончился, вылез, пошел по этой лесополосе, встретил человека, с кем, короче, мы вместе ехали. Я говорю, что происходит? Он говорит, я сам в шоке, что происходит. Он говорит, здесь пристреленная позиция, то есть нас здесь уже ждали, короче. Всю ночь летали тепловизоры, короче, дроны. И то есть, только где человек остановился, туда прилетала мины и, короче, кассетные бомбы прилетали. Ну, в общем, за ночь умерло 100 человек. 82 были ранены, тяжело. И вот эти 82, они в течение времени, пока не было эвакуации, умирали от потери крови. Но эти не мы решили на воду. Проще говоря, если солдат погиб во время штурма, а сам штурм закончился неудачно, ВСУ удержались на позициях. Такой солдат числится пропавшим без вести. После того, как украинская позиция будет все-таки захвачена или ВСУ отступят, тела погибших должны собираться похоронными командами. С тел собирают образцы ДНК для опознания, чтобы сменить статус с пропавшего без вести на погибшего. Только после этого семья покойника может претендовать на получение посмертной выплаты. Теперь тела велено собирать, но для другого. Их либо закапывают в ямах без обозначений, либо сбрасывают в эти ямы и сжигают. Конечно, жизнь каждого солдата бесценна. Вот двухсотых хороненых наших, которые без вести пропали. Вот они, могилы братские. И вот таких могил х**а гора. Статус похороненных таким образом остается пропавшей без вести. То есть семьи могут не рассчитывать на выплаты. Нет тела, нет денег. Именно так это работает. Людей бросают вообще на смерть верную. Смотрят на них вообще как на расходный материал. Просто-напросто. Как на сырье, понимаете? Остался один из рук. Осколок. Неудивительно, что информация о новой практике приходит именно с основных направлений российского наступления. Там и потери самые высокие. И количество погибших на минусе на территории противника стабильно высокое. На неуполнение приказа видели фильм там «Стравпад, расстрел», «Стравпад, расстрел», «Стравпад, расстрел», «Стравпад, расстрел». Но это не суть. Рассказали, если вы назад пойдете, то мы вас лично дронами расфигали. Чтоб не жагу назад закопаться. И все. Нас как мышей кинули. Как крыс погибающих. На этом. На острове как. 2024 год, еще не закончившись, уже стал рекордным по потерям для вооруженных сил Российской Федерации с начала войны. Потери колоссальные. Больше за три месяца боевых действий. Потери больше, чем за весь прошлый год. Планы штурмов они не продумывают. Они просто вот. Задачу поставили, они просто иди. Прямо штурмуй. Минное поле есть? Нет. Проведение разведки, артподготовки нет. С января по 24 октября 2024 вооруженные силы РФ потеряли убитыми, пропавшими без вести и пленными 142 808 человек, пропавших без вести до 55% от этой цифры. Большинство пропавших по факту погибшие. Сумма компенсации семье за одного погибшего 12 миллионов рублей, которых, очевидно, уже начинает не хватать при нынешнем объеме потери. Рассматриваем как пехоту второго слоя. На самом деле они выставляются на ЛПС в качестве оборонительных сил, всяких прочих. Большинство, сил, которые сидят в обороне. Их задача, на самом деле, пока где-то в тылу готовится направление главного, максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматывать живую силу противника. Просто изматывать. Понимаешь? Никто не надеется на то, что эти силы достигнут какой-то или даже очень маленькой победы. Это просто живая сила, которая идет в расход. Более того, как ты понимаешь, надо этим думать не только генерал, но и демили, которые сидят в других кабинетах, где гражданские бюджеты. И они смотрят просто на социальный состав. А это кто? А кто эти демили, которые идут? Это сейчас добровольцы. Ну, по сути дела, уландские книги, да? Уже это добровольцы за деньги. Ну и мотивированы очень много, и мотивированы по полу, прежде всего. Тем, что на гражданике они или денег вообще не имеют, или могут получать зарплату в 20, ну в 30, ну в 40 тысяч, там максимум, понимаешь? А здесь они имеют 220, 250, 260 и так далее, да? Ну, то есть деньги, которые никогда в жизни, а при этом, я говорю, есть огромный плюс. За это их покупают, как мясо. То есть это люди, которые социально, точки зрения, как кажется, люди в пиджатах, не представляют большие ценности. Потому что и возрастной ценз у них достаточно высокий, потому что, что они старые, просто. То есть это неэдепродуктивная часть населения. И, блин, социальный умник не предусматривает то, что кто-то из них станет академиком. Понимаешь? Эта пехота, она, понимаешь, уже, так сказать, как бы состоит из людей, которые не рассматриваются как особо ценно. Ну и вообще как ценно. Грубо говоря, если рассматривать с социологической точки зрения, понятно, что говорят тут разные люди. Все же понимают, что там, на самом деле, ну, энтузиасты, там кристаллы чести и вообще все такое, и совесть. Ну и так далее. Ну, с социологической точки зрения, это то же дело, понимаешь? Они не нашли себя на гражданке, поэтому они идут сюда. Поэтому есть такое понятие, значит, Максим Горьев был в свое время, да, это, кстати, она много использовалась. В разных философских и прочих вещах. Лишние люди. Понимаешь? Лишние люди. Грубо говоря, сюда идут. Лишние люди. В основном. Путин отдал приказ начать войну. Он создал условия для убийств. Но запускают ракеты и дроны. Штурмуют украинские позиции. Пытают наших пленных. И обеспечивают машину войны россияне. А не просто одна безумная особь в Кремле. Ответственность России должна быть коллективной. Все, что сделано Россией за эту тысячу дней, не перекроешь одной фразой «нет войне». Не перекроешь однею фразой «нет войне». Десять лямов за тушку россиянина. На России очередное щедрое предложение отццаря. Просто так, с неба, сваливаются эти деньги. Россиянам предложили уникальную возможность отправиться на войну против Украины и одновременно избавиться от долгов до 10 миллионов рублей. Все только в своих интересах. Чтобы возобновить и возобновить и держать всех в узде. Вот и все. Да, вы правильно поняли. Решается вечный вопрос. Как бы так спастись от кредиторов? Теперь ответ прост. Автомат и окоп. Законопроект с этим гениальным решением Госдума рассмотрит сегодня, 19 ноября. Кстати, идея-то не новая. Ее предложили еще в июле. Но, видимо, подискутировать на тему, а не слишком ли это щедро, решили только сейчас. Ну, ребят, подчего? Списывать долги, правда, будут не всем подряд, а лишь тем, кто подпишет контракт с Минобороны после 1 декабря 2024 года. Видимо, до этого срока нужно сначала проверить, останутся ли еще добровольцы или придется доплачивать сверхобещанных миллионов. Ну, логично ведь, правильно? Но есть нюанс. Обязательства перед банками прекратятся только в том случае, если будет решение суда или уже начато исполнительное производство. Так что, если вы добропорядочный должник, который все еще платит по кредиту, этот банкет не для вас. А вот если вы уже в списке приставов, у вас появился шанс не только отдохнуть от коллекторов, но и записаться в герои. Особый бонус – долги можно списывать не только самим участникам спецоперации, но и их родственникам. То есть, теперь ваш долг может стать семейным капиталом, как новая квартира, только вместо ипотеки будет автомат. Кроме того, депутаты решили повысить уровень заботы, увеличив льготный период при остановке выплат с 30 до 180 дней. Согласитесь, как раз хватит, чтобы перевести дух и решить, на что потратить оставшиеся деньги, если останутся. Кстати, по данным Федеральной службы судебных приставов, россияне задолжали настолько много, что приставы просто не успевают все взыскивать. За 9 месяцев текущего года кредиторы потребовали вернуть на треть больше, чем год назад. Если эти темпы сохранятся, то скоро вместо службы судебных приставов придется открывать службу вербовки. Каждый ваш долг – шаг к геройскому званию. В общем, идея простая и гениальная. Ты идешь воевать, тебе прощают кредиты. Все честно. На что только не пойдешь, чтобы отправить в мясные штурмы как можно больше мальчиков в трусиках. Вопрос только в одном – что еще предложат завтра, чтобы народ проникся патриотизмом? Бесплатную путевку в вечный отпуск? Вы знаете, чем острее кризис, тем больше плана. Да. Потерь в вооруженных силах России нет. В городе Карачев Брянской области снова высокоточные обломки. Горит и взрывается 67-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Российской Федерации. Местные власти пишут, что летели беспилотники. Но ПВО все сбило. Многие СМИ пишут, что это были не дроны, а ракеты «Атакамс». Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Сегодня ровно тысяча дней, как специальная военная операция идет по плану. Слегка не вышла с Киевом за три дня. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро. Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Возьмем Киев. В России начали производить мобильные убежища от ядерного взрыва и других угроз. Убежища модульного типа Куба-М можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение местности. Главное, чтобы ФСБшный Поп его осветил, и тогда точно ничего не страшно. Боевые маги РПЦ заклинают буханку антидроновой защитой. Вряд ли поможет, но зарплата Попу точно капнет. Ну чушь какая-то. Чушь собачья. Чушь, конечно. Люди не чувствуют границ каких-то. Женщинам в Свердловской области нужно рожать представителей рабочих специальностей, сварщиков и штукатуров. Об этом в эфире ОТВ заявил глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов. А как же рожать штурмовиков для мясных атак, недоработал Малеха Суханов. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Глава евродипломатии Жозеп Боррелли в то же время подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции по результатам встречи глав Министерства иностранных дел стран Евросоюза. Тем не менее, по словам Борреля, страны ЕС не приняли соответствующего общего решения по этому вопросу. «Пришло время для Европы взять на себя стратегические обязательства перед Украиной, подвергшейся нападению, как вчера на нее обрушилась волна ракет, запущенных только для того, чтобы заставить нас понять, каковы истинные цели Кремля. Поэтому я говорю сегодня, после нескольких часов обсуждений с моими коллегами, государствами-членами, министром иностранных дел и министром обороны, что наша поддержка Украины должна остаться. От военной поддержки до финансовой и санкций – это наш жизненно важный интерес». Ранее издание «Нью-Йорк Таймс» писало, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать имеющиеся в ее распоряжении дальнобойные ракеты «Атакамс». «Когда речь идет о использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, Европейских стран в войне на Украину». «Вы знаете мою позицию. Я неоднократно говорил, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы им предоставили, чтобы не только остановить стрелу, но и иметь возможность поразить лучников. Я по-прежнему считаю, что именно так и нужно поступить. Разрешение Вашингтона поражать цели в глубине России может открыть дорогу для использования французских и британских дальнобойных ракет. Об этом сообщила французская газета «Фигаро». Ранее США не разрешали бить ракетами «Скальп» и «Стормшедоу» по российской территории, поскольку они содержат узлы американского производства. «Президент Зеленский и украинский народ пользуются нашей полной поддержкой», высказался от имени британского премьер-министра, министра образования Британии Бриджит Филлипсон. Разрешение на удары по российским тылам поддержал и Париж. «Мы открыто заявляли и раньше, что рассмотрим вариант, позволяющий наносить удары по целям, расположенным там, откуда российские войска наносят удары по украинской территории». Решение Вашингтона приветствуют и соседи Украины. Соединенные Штаты – крупнейшая держава, поддерживающая Украину, не дает себя одурачить и не поддается на искушение вернуться к прежним отношениям с Москвой. Видно, что США твердо стоят на стороне Украины и дают решительный ответ на агрессивные атаки России, в ходе которых гибнут мирные жители. «Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит. И мы будем продолжать поддерживать вас на каждом шагу». Защита Украины начинается не только в небе над Украиной. Право на самооборону означает, что вам не следует ждать, пока ракета попадет в детскую больницу, школу или обычный многоквартирный дом. Вы имеете право защитить себя, уничтожив установки, которые терроризируют вас ракетами. Это абсолютно однозначно. «Знаешь, когда вы на нас напали, мы были дома и мирно спали. А когда танки ваши стреляли, у нас были планы, и мы вас не ждали. Знаешь, мы никогда не забудем, как гибли наши невинные люди. Слезы, сотни разрушенных судеб мы вас не звали и точно не будем. Знаешь, ваши странные знаки страшнее, чем в буче ночные атаки. За ними идея, рожденная в мраке, и вас ненавидят тут даже собаки. Знаешь, простить никогда мы не сможем. Ненависть это уже под кожей. Яростью стала, молитвой тоже, и благородством до боли, до дрожи. Знаешь, я бы тебе показала, как свое тело девчонка кидала под танк, огромную груду металла, и вся страна, как девчонка, восстала. Знаешь, если пришел с автоматом, не удивляйся, что кроют матом. Не мама тебя родила солдатом. Не мир ты несешь своим подлым адом. Знаешь, а мы ведь все здесь отстроим. Небо молитвами наше закроем. И победим, потому что достойны. Слава стране моей и ее воинам. Вам обращаются жители села Ольговка Корневского района Курской области. 6 августа 24-го года наша жизнь разделилась на до и после. До того дня, который навсегда останется в нашей памяти, наше село жило обычной жизнью. Вот представьте, солнечное утро. Десятки людей спешат на работу. Ощущение, как будто я попал в какой-то фантастический фильм. Это центр Харькова. Кто на поле, кто в магазин, молодые мамы ведут своих детей в садик, в котором было много ребятишек. Мама, что ли? Произошел авиаудар невеликого троедельного дома. На данный момент оказываем помощь. У нас в селе всегда была суета. По улицам в села ездили машины и автобусы. 27 февраля. 7 утра. Даже 8. В селе не было пустых и заброшенных домов. И что теперь? Смотришь на село и сразу сюжет из фильма ужасов. Что случилось в Мариуполе. Это может дать отлично значение к этому хоррору. Центр села был очень красивый в любое время года. Березы радовали глаз. И сейчас эти березы лежат обгоревшие. Дорога вся в ямах. И ничего. Совсем ничего. Мы остались бомжами. Кто-то остался, потому что думали, что это все на два, три дня. Неужели мы не могли бы при желании разобраться с Украиной, ну, не просто днями. Мы жалеем их всех там. Мы просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много жизней невинных людей. Смешно. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо. И не слышали постоянно сигнал «Ракетная опасность». Разберитесь в этой ситуации. И услышите, наконец-то, нас, жители Приронисия. Прошли тысячи дней кровопролитной войны России против Украины в рамках российского вторжения, которое длится уже скоро как 11 лет. По разные стороны, баррикад – совершенно различное восприятие этой страшной круглой цифры. В Украине подсчитывают потери и утраты, говорят о необходимости быть стойким в дальнейшей обороне своей страны, возлагают надежды на активизацию стран-партнеров в достижении справедливого мира. То, что украинцы с помощью там западного оружия и собственной отваги сдерживают российское наступление два с половиной года, это большой подвиг. Ну, сколько еще это может быть? Пять лет, семь с половиной. Сколько населения останется? Атакованная и истекающая кровью страна продолжает оборонять себя и весь западный мир, полагая, что международное право наконец придет в движение и от теоретических бумажных изысков перейдет к практическому наказанию российского агрессора. Пока этого не наблюдается, и война на истощение мрачно тянется, хотя украинское общество стало примером высот людского мужества и самопожертвования. Кажется уже почти бессмысленным апеллировать к игрокам высшей геополитической лиги, призывая их применить адекватные меры для обуздания страны-ревизиониста мирового порядка. Украина способна будет в Европе фактически воевать против певничной Украины. Это условия, когда отсутствие больше сильных решений партнеров на поддержку Украины, только спонукая Путину вкладываться дальше в террор. Тем не менее, должна продолжаться работа по донесению ужасов российского вторжения. Более 10 миллионов украинцев покинули свои дома и ищут убежище за рубежом или вне зоны боевых действий, которые продолжаются с высокой интенсивностью. Россия ведет войну не только на фронте, но и прибегает к актам фактического геноцида украинцев, разрушая всеми имеющимися в ее арсенале средствами неядерного воздействия жилые кварталы, больницы, школы, детские сады. Под особым прицелом объекты энергетики и коммунальной сферы, которые поддерживают жизнеспособность украинского общества и потому подвергаются бесконечным ракетным ударам Российской Федерации. Бесславная армия вторжения продолжает битву с гражданской инфраструктурой, надеясь таким образом сломить и задушить дух героического сопротивления Украины. На фоне этого как-то прямо постыдно для второй армии мира звучат вопли и стинания из-за взрывов на военных складах в Брянской области, что в 115 километрах от украинской границы. И главное, как некрасиво! Ай-ай, как некрасиво! Это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалацию. Российский Голиаф испугался украинского Давида и устами тех, кто ежедневно бесится от радости после ракетных ударов по украинским городам, взывает защитить россиян от справедливого возмездия. Цинично и кощунственно. Байден, долго ждал мир этого, но никогда не думал, что ты себе последнее позволишь. Что же ты делаешь? Байден, остановись, пока не поздно. Опомнись! Внутри самой России общество под воздействием войны сильно деформировалось, стало толстокожим, невосприимчивым к саморефлексии, более линейным и примитивным. В нем сохраняются и усиливаются те же болезни, что и до войны, с поправкой на вымирание глубинки и злокачественную урбанизацию за счет разбогатевшего в зоне боевых действий СВО-класса. Это теперь опора путинизма, ведь он дает части выживших насладиться возможностью погасить ипотечный кредит. Вчерашние маргиналы сегодня становятся середняками, зависимыми от путинской команды в Кремле. Их идеология, развитой путинизм, сведена к пещерному показному патриотизму, культу экспансии по скрытым лекалам Третьего рейха. Ностальгированию по советской уравниловке и самой вкусной в мире колбасе по 2.20. У нас всегда все, Советский Союз. Где Советский Союз? Везде. Для усиления эффекта «не думай» власть заливает массы алкоголем и подспудно культивирует наркоманию. Ведь одурманенным плебсом легче управлять, и его не жалко отправлять на убой в войне против Украины. Потому здоровый способ жизни – это лишь для горсточки сверхбогатых россиян. Для чего вам столько макарошек? Почему вы все макарошки? Почему вы не хотите съесть нормальную еду, да и вы мразь, Советский? Тех, кто вспоминает о цифре, в 730 тысяч российских боевых потерь клеймят, как предателей Родины. Ведь никто в окружении Путина не знает, сколько еще нужно стереть своих же граждан для достижения целей СВО. Людей бросают вообще на смерть верную. Смотрят на них вообще, как на расходный материал, просто-напросто, как на сырье, понимаете? В Кремле успехи измеряют захваченными километрами, демонстрируя беспощадность в реализации утопических задач диктатуры. 5,5 атомных электростанций на Украине, каждая ценой, если не в десятке, то в сотне миллиардов долларов. Это активы, за которые стоит воевать. Поэтому, когда идет за Украину, то это идет не за православие или не за наследие правильное Ленина или Ивана Ильина. Это все, как говорится, кроликам. А она ведется за атомную энергетику Украины, за месторождение под желтыми водами, крупнейшее на территории Европы, урановое, за мотор Сич, за Южмаш, за Криворож Сталь. Неужели впереди у агрессора следующие тысячи дней смертоносного беспредела? Я устал от этой войны. Больше года я уже в Аюльбинске покоронила. Я устал, товарищ полковник. Пацаны каждый день снятся, мне надоело уже. Фашист устал, называется. Еще, еще раз хочу сказать, мы меролюбивая страна. Во вторник министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров после саммита в Бразилии пригрозил странам Запада новой ядерной доктриной. Сейчас основы ядерной доктрины официально опубликованы. Все подтверждено. Теперь законодательно закреплено то, о чем президент Владимир Путин больше месяца назад говорил публично. «И я надеюсь, что там на Западе эту доктрину будут читать. И не так, как они читают устава он, замечая лишь то, что им выгодно, а всю доктрину в ее полноте и взаимосвязи», сказал Лавров. «Как я могу знать, то, что напечатал у Нью-Йорк Таймс, это правда или попытка прощупать почву? Я не знаю. То, что Атакамс сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалацию. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологично, и Путин об этом многократно говорил, невозможно». 19 ноября российский диктатор Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России, подписав указ об основах политики России в области ядерного сдерживания. «Мир без России будет лучше». Во время первого открытого заседания Совета безопасности России по вопросам ядерного сдерживания диктатор Владимир Путин заявил, что обновляет ядерную доктрину, чтобы внести уточнение относительно предпосылок для применения России ядерного оружия. «И в сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Наряду с военной доктриной, это документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России. Прежде всего, зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил – это крайняя мера защиты суверенитета страны». Вы меня рассмешили. Путин озвучил два таких уточнения к ядерной доктрине, заявив, что Кремль отныне будет рассматривать возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против России со стороны неядерного государства при поддержке или участии ядерного государства. Вот потому что... Ну, потому что... Потому что потому... В случае получения достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения против России и о пересечении таким оружием границы России, Путин уточнил, что речь идет о готовности к ядерному ответу в случае применения таких средств, как самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Подчеркну, мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам. Хорошо сознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов. Сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности нашего государства и граждан. Вранье все это. Важные истории получили документы, подтверждающие побег в самоволку тысячи десяти солдат только в одной российской дивизии, 20-й мотострелковой. По сути, от войны сбежал целый полк. Среди сбежавших 858 контрактников, 150 мобилизованных и два срочника, 26 младших офицеров, один майор и два подполковника. Журналисты поговорили с несколькими военнослужащими бригады. Те рассказали в том числе о высоких потерях, жестоком отношении к солдатам и событиях начала вторжения в 22-м году. Врать надо заканчивать. Надо заканчивать врать. На всех уровнях, везде. Везде, вообще, в нашей стране. В банках, в министерствах, в военкоматах, на заводах, в школах, в университетах, в медийных организациях надо прекращать врать. Абсолютно, это абсолютно исключено. Пропагандисты объясняют, что счастье – это когда ноги променял на автомобиль. Передвигаться с комфортом на личном транспорте сегодня в Новосибирской области впервые вручили автомобиль с ручным приводом участнику СВО. Война – это мир. Свобода – это рабство. А коляска – это комфортное передвижение. А в гараже теперь стоит моя белая «Лада». Сейчас на очереди еще восемь человек. Все они восстанавливаются после ранения. Мы очень надеемся, что эти ключи, этот автомобиль, они принесут вам только радость, позитив. И мы должны встать, встать и пойти. Интересно, куда это он может встать? На учет пособия просить до конца жизни? Иван – участник СВО. Во время выполнения боевого задания он получил осколочное ранение, ушиб спинного мозга. Восемь месяцев проходил реабилитацию, обучился водить автомобиль на ручном управлении. И теперь ему от Госфонда защитники Отечества вручают автомобиль. Кто так вручает? Надо же было Якубовича пригласить, чтобы крикнул «Автомобиль!» Ну, ребят, вот чего? Инициатива Госфонда защитники Отечества предоставлять бойцам СВО с тяжелой инвалидностью автомобилей с ручным управлением была поддержана президентом. Жена светится от радости. Ничего страшного. Самое главное, теперь в семье есть машина. На бесплатной основе вручают автомобиль «Лада Гранта». Транспорт положен тем, кто получил ранение и инвалидность, потерявшим обе ноги или передвигающимся на колясках. А обучают вождению в рамках реабилитационного сертификата, который выдают в Новосибирской области. На загнивающем Западе опция – это подогрев сидений, круиз-контроль, ассистент парковки. В процветающей России у автомобиля только одна опция – ручное управление. Мы привыкли удовлетворяться тем, что имеем. А Запад, он больше, вот у них комфорт, а мы, главное, с этой обутой одеты мало-мало, а богатством, как бы. Ну, нам, значит, так удобнее, а Европе так удобнее. И у нас, во-первых, на тысячи километров там сколько людей, а у них они друг на друге сидят. Им обидно, что мы так шикарно живем в этой Европе. Они завидуют нам. Сейчас в очереди на получение транспорта восемь человек. Они проходят подготовку и сбор необходимых документов. А под ноги газетку заботливо положили, чтобы после съемок вернуть машину обратно в автосалон. Совпадение? Не думаю. Алкодепутат Гурулев вышел из запоя после того, как Байден разрешил бить дальнобойными ракетами вглубь России. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракету атакам Скальп, Штромшедов и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, это и американцы, и мы. Господи, благослови Америку. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует. Американские бомбардировщики Б-52 отрепетировали сброс ядерных бомб у границ Калининградской области. Вот это поворот! После этого, если у кого-то будет желание запустить ракету Атака Скальп, что еще немножко, то еще... Жалко, Гурлев в студии прячется. Я бы с удовольствием посмотрел, как штаны наложат, глядя, как на него летит атомный бомбардировщик. Я не буду. Но это, наверное, надо бы сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пыталась после этого искалаться, ничего, просто не останется. То есть, поэтому будет нечего передавать Трампу. Возле границ Калининградской области взлетают и садятся атомные бомбардировщики. Эти двоек укорекают в студии о том, будут что-то передавать или не будут. Ноль. Все только в минус пошло. Я прекрасно знаю, и американцы, и мы. Америке нанесется 95% тотальным ущерб. Весь ущерб, который наносится, я смотрю, прямо в печень идет. Тоже зарплата, откровенно говоря, по стране не маленькая, средняя, которую взять, допустим, она позволяет приобрести существенно большее количество бутылок, чем, например, средняя зарплата советского периода. А средняя зарплата была там где-то 180-200 рублей к моменту распада Советского Союза. Можно было купить существенно меньшее количество бутылок, чем на среднюю зарплату сейчас. В ночь на 19 ноября силы обороны Украины нанесли огневое поражение по арсеналу Центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области так называемой России. После атаки на складах зафиксирована вторичная детонация. Местные власти, как обычно, сообщают, что летели беспилотники. Но ПВО все сбило. В свою очередь Генштаб Вооруженных Сил Украины подтвердил поражение арсенала главного ракетно-артиллерийского управления в Брянской области. КОНЕЦ Россия может расширить поддержку хуситов и активизировать саботаж в ответ на удары западным оружием. Об этом пишет издание «Экономист». По их данным, Кремль усилит помощь еменским хуситам, которые запускают ракеты по целям в Красном море. Также, по информации журналистов, существует вероятность усиления деятельности российских шпионов в Европе, включая акты саботажа. Тем временем, спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил, что Россия использует некие новые дальнобойные ракеты, которые не применялись ранее. Однако, о каких именно системах вооружения идет речь, сам Володин не уточнил. Обсудим подробнее предполагаемое американское решение разрешить Украине бить дальнобойным американским оружием по территории России. К нашему эфиру подключается политолог-американистка Александра Ферипенко. То, что такое решение было принято в Белом доме, подтвердил уже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Вчера вечером высказался о том, что это действительно правда, при этом публичного заявления со стороны самого Белого дома мы пока не услышали. Почему так? Это решение было принято явно со согласованием, с одобрением и согласованием нескольких еще лиц, которые, видимо, не хотят, чтобы оба их решения знали. А именно, это Дональд Трамп и Си Цзиньпинь. Вероятно, оба эти, будущий лидер США и нынешний лидер Китая, прекрасно знают и знали о планах Белого дома и согласование с ними произошло. На это указывают несколько факторов. Первое, мы знаем Дональда Трампа как человека довольно-таки высказывающегося резко очень часто. И он мог бы моментально сказать о том, что он готов отменить это ужасающее решение в первый же день в Белом доме и мог бы действительно это сделать. Но мы не слышим ничего от Дональда Трампа и даже никаких комментариев относительно этого решения на данный момент. Но, соответственно, это говорит о том, что он, это молчаливое согласие, скажем так. Что касается Си Цзиньпиня, это в большей степени догадки, но, тем не менее, встреча Джо Байдена и лидера Китая произошла прямо накануне получения этого разрешения, точнее, накануне публикации газеты New York Times информации о том, что это разрешение получено. Мы знаем, что спайка интересов США и Китая происходит на уровне северокорейских войск и участие Северной Кореи. А если мы посмотрим на публикацию New York Times и последовавшую за ней публикацию Wall Street Journal и Washington Post, которые уже ссылались тоже на разные неназванные источники, то мы увидим, что главная причина, по которой разрешили удары дальнобойным оружием, это участие северокорейских войск. Фактически, половина статьи New York Times, на которую изначально все ссылались, посвящена участию северокорейских войск в войне в Украине и тем, как это не нравится администрации Байдена. Точно так же, если послушать любых китаистов, специалистов по Китаю, мы услышим, что Китаю это не нравится, Китай не поддерживает участие северокорейских войск в войне в Украине. Соответственно, это стало переломным моментом, это стало причиной, по которой и разрешили использовать дальнобойное оружие. Тут можно действительно думать, хотелось бы, чтобы положение Украины или сложная ситуация на фронте стала причиной. Нет, северокорейские войска, а значит, без Китая здесь наверняка не обошлось, точнее, без обсуждения с Китаем этой темы. При этом сам Джозап Боррель заявил, что он не понимает, почему сейчас, а не до выборов. У него нет ответа на этот вопрос. Может быть, ответ на этот вопрос есть у вас? Во-первых, Дональд Трамп, конечно же, человек, который говорил много раз, что он закончит все войны в мире и все будет прекрасно, как только он станет президентом США. И, вероятно, он хочет, чтобы действительно до 20 января, точнее, именно 20 января закончились войны. Это будет символически важно для него, поскольку освобождение американских заложников из Тегерана произошло в день инаугурации Рейгана через несколько часов после инаугурации Рейгана. А Дональд Трамп все-таки человек, который считает себя продолжателем Рейгана, если уж не Джорджа Вашингтона, то как минимум Рейгана. Он даже и перенял его лозунг «Сделаем Америку снова великой» «Make America great again» это изначально рейгановский лозунг. Поэтому такой символизм для Дональда Трампа важен. Вероятно, он хочет, чтобы действительно, как он говорил, в 24 часа все закончилось. Ну и, видимо, такие дипломатические усилия, совместные усилия двух администраций происходят как раз до 20 января, должны происходить до 20 января. Как мы видели, встреча Джо Байдена и Дональда Трампа произошла в такой дружеской атмосфере. У камина посидели, руки друг к другу пожали, с фотографией как будто бы не было обвинений, как будто бы ничего этого не было. Поэтому, вероятно, это совместное решение и администрации Байдена, и Дональда Трампа, и переходной администрации Дональда Трампа именно для того, чтобы все это закончилось 20 января. Какую публичную реакцию вызвали эти публикации касательно решения Белого дома в самих Соединенных Штатах, возможно, со стороны республиканцев, которые не совсем где-то разделяют позицию самого Дональда Трампа? Вот, Мария, вы в точку совершенно попали. Это один из тонких моментов, на которые я бы предложила обратить внимание. Опять же, глядя на эти публикации Нью-Йорк Таймс, главных американских газет, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и Уолл-Стрит Джорнелл. Там они ссылаются на неназванные источники в Белом доме, на источники в Пентагоне, на источники в Госдепартаменте. А кого же они цитируют в открытую? Кого они цитируют, прямо упоминая и должность, и партийную принадлежность? Это республиканцы. То есть, всячески пытаются подчеркнуть, что республиканская партия поддерживает это решение. И в Нью-Йорк Таймс даже приводятся слова республиканского конгрессмена, который говорил о том, что наконец-то Джо Байден, бездарный Джо Байден, ужасный президент, наконец-то услышал слова Владимира Зеленского и должен был бы это сделать гораздо раньше. Это говорят республиканцы, это говорят представители партии Дональда Трампа. Мне кажется, совершенно не случайно именно на них ссылаются журналисты, потому что республиканская партия вообще поддерживала Украину долгое время. И если мы смотрим на законопроект помощи Украине, который полгода лежал и его не давали вывести на голосование, но не давал его вынести на голосование спикер Палаты представителей, один из представителей крайне правого крыла республиканской партии. А вся остальная республиканская партия готова была его поддержать. Соответственно, тут есть большое количество республиканцев, которые, наоборот, поддерживают это решение, поддерживают Джо Байдена, критикуя его, конечно же, но поддерживают. Ну и, соответственно, мы понимаем, что это общая позиция большинства представителей двух партий. Это некое партийное согласие. Поэтому это тем более мне говорит о том, что это решение было принято не для того, чтобы насолить Дональду Трампу или как-то ухудшить его положение, а наоборот, согласование с Дональдом Трампом. Поэтому и республиканская партия, и демократическая партия здесь высказывается скорее в поддержку по решению Джо Байдена. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент США Джо Байден в воскресенье разрешил Украине использовать ракеты Атакамс для ударов вглубь территории России. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США. Оружие, вероятно, сначала используют против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области России. Официальные лица США также утверждают, что разрешение на использование Атакамс было принято в ответ на решение России привлечь северокорейские войска в войну против Украины. Это изменение политики имеет целью также отправить сигнал Северной Корее, что ее войска уязвимы. Вот в этом и прощу. Байден может позволить их применение в других местах. Агентство Reuters пишет, что Украина планирует осуществить первые дальние атаки в ближайшие дни. Источники журналистов добавили, что первые удары, вероятно, будут нанесены ракетами Атакамс. The Washington Post писала, что после дня выборов 5 ноября Байден будет находиться на своем посту еще почти 80 дней. Поэтому в том, что касается Украины, с его стороны было бы разумно использовать как возможность изменить ход войны. В частности, журналисты отмечали, что он мог бы дать разрешение Украине применять дальнобойное оружие по целям на российской территории. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц Европы и США сообщало, что Россия может усилить гибридные атаки на страны НАТО в ответ на разрешение США и Европы бить дальнобойным оружием по России. А затем, мы говорим, что все идет по плану. Извини, у нас такого плана не было. Мало этого, план не сработал, что ли? Кроме того, по данным французского издания Le Figaro, вслед за Соединенными Штатами, Киев получил соответствующее разрешение от Франции и Великобритании для ударов вглубь России ракетами «Скальп» и «Стормшадоу». Вот интересное кино. Мы так не договаривались. В таком случае в их зону поражения могут попасть такие города, как Брянск, Курск, Липецк, Воронеж, Таганрог, Ростов-на-Дону и Анапа. Ранее американский институт изучения войны подсчитал, что в зоне поражения этих ракет может оказаться до 250 важных военных объектов на территории России. Бьют по всем. В первую очередь по самым уязвимым. В Белом доме эту информацию не комментируют. Президент Украины Владимир Зеленский не опроверг, но и не подтвердил информацию о полученном разрешении. План усиления Украины – это план победы. План усиления Украины – план победы, который я представил партнёрам. Одним из главных пунктов является дальнобойность нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на ответное действие, но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Ну, логично ведь, правильно. Напомню, в сентябре этого года Владимир Путин заявил, что применение дальнобойных западных ракет Украиной будет означать вступление НАТО в войну против России. Это ошибка. Понятно ли сейчас из тех сообщений, которые появились, насколько масштабно это решение, речь идёт только о Курской области или всё-таки о более широкой территории, это было важно для украинской страны? По состоянию на сегодня точной информации нет, поскольку государственный департамент и представители Пентагона и Белого дома, они официально не комментировали эту информацию. С большой вероятностью речь идёт как минимум о Курской области, о возможном присутствии там северокорейских солдат. И, соответственно, прежде всего это будет касаться этих территорий. Но, с другой стороны, разрешение, которое дали Британия и Франция, а это уже было подтверждено не только, скажем так, средствами массовой информации, но и в том числе заявлениями некоторых официальных лиц, касается, я думаю, более широкой территории. И речь идёт о нанесении ударов, в том числе, по важным каким-то объектам военного назначения, которые есть не только в Курской области, а вообще на территории Российской Федерации. Ну, я думаю, что в ближайшие несколько дней ситуация будет более чёткой. Хотя не исключено, что никаких официальных комментариев со стороны Соединённых Штатов Америки мы и не услышим, поскольку такие вещи редко публично комментируются. Речь будет идти о разрешении, которое останется между этими государствами, собственно говоря, Украиной. И это поставит в определённой мере Россию в ситуацию такой стратегической неопределённости, потому что удары-то по территории Российской Федерации, они наносятся, наносятся в том числе украинскими беспилотниками и, как говорят, украинскими ракетами. Ну, вот сейчас пускай россияне проверяют и думают в ближайшее время, что откуда прилетит и какой, собственно говоря, принадлежности это будет. Что случилось? Почему всё это происходит? Ответ очевиден. Хотя, мне кажется, сама по себе эта дискуссия, она бессмысленна по одной простой причине. Всё оружие, которое получает Украина в качестве помощи, автоматически становится украинским, как только пересекает украинскую границу. И поэтому в этом плане те удары, которые наносятся, это удары, которые Украина совершает в соответствии с 51-й статьёй Устава Организации Объединённых Наций, где записано право на самооборону и в том числе нанесение подобных ударов по территории страны, которая начала военную агрессию. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке. Этот день настал. Так информацию СМИ о разрешении для Украины бить по территории России встретил президент Литвы. В свою очередь, Министерство иностранных дел России скупо прокомментировали эти публикации в СМИ. Ведомстве лишь сказали, что Путин уже высказался по этой теме. Также коротко отреагировал предприниматель и союзник Трампа Илон Маск. О возможном разрешении в социальной сети Икс сначала написал сенатор-республиканец Майк Ли, который отметил, цитата, что либералы любят войну. На это сообщение ответил Илон Маск словом «правда». После новостей о разрешении для Украины издание «Вёрстка» опросило региональных российских чиновников из тех регионов, которые граничат с Украиной. Некоторые задумались о вывозе родных, другие решили беречь нервы. При этом власти Белгородской и Курской областей России, которые чаще всего оказываются под обстрелами, отреагировали на сообщения западной прессы спокойно. Но хуже уже не будет. Комментируя новость The New York Times о полученном Киевом разрешении на удары ракетами Атакамс по территории России, кремлевские пропагандисты пообещали любой ответ США и даже пригрозили ядерной войной. При этом внятного официального заявления Москва не сделала. Если маразматик Байден под занавес своего президентства действительно принял столь опасное решение, то официально объявлять его совершенно не обязательно. Немецкий канцлер объяснил, зачем звонил в Кремль два дня назад. Олаф Шольц заявил, что телефонный разговор был необходим, чтобы развеять иллюзии Владимира Путина о том, что страны Запада якобы не будут больше поддерживать Украину. Было важно сказать президенту России, что он не может рассчитывать на ослабление поддержки Украины со стороны Германии, Европы и многих других стран мира, и что ему предстоит прекратить войну и вывести войска. Разговор был очень подробным, но также способствовал выяснению того, что во взглядах президента России на эту войну мало что изменилось. И это плохая новость. Вы что, не знаете об этом, что ли? Канцлер Германии оказался в центре критики за звонок Владимиру Путину. Лидера Германии обвинили в нарушении европейской изоляции Кремля. Владимир Зеренский назвал общение Берлина и Москвы открытием ящика Пандоры. И мы реально хорошо дополняем друг друга. Чем ответит Россия? Ответ может быть любым. Любым. И сдох. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атаково скальп, штурмшедово и что-то еще, я не думаю. Издание Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Украина может не ограничиться Курской областью при нанесении ударов вглубь России американским дальнобойным оружием. Как отмечает СМИ, Украина, как ожидается, сначала сосредоточится на нанесении ударов по Курской области и окрестностям. Однако использование вооруженными силами Украины дальнобойных ракет может распространиться и на другие территории так называемой России, пишет газета. Кроме этого, издание Bild сообщает, что Германия вскоре начнет массовые поставки Украине дронов-камикадзе, которые называют мини-таурусами. В пабликах рашистов уже переживают, что они могут оказать влияние на фронт в значительно большей степени, чем истребители F-16 и одобрение дальнобойных ударов. Речь идет о беспилотниках компании Helsing, оснащенных технологиями искусственного интеллекта, которые придают им высокую автономность в условиях действия вражеских РЭБ. Эти дроны сравнивают с дальнобойными ракетами Taurus, а дальность их полета может быть в четыре раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе. Всего у компании якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. Поставки могут начаться уже в декабре. Можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути. И вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Путин грозил, что разрешение на использование дальнобойного оружия будет встречено с соответствующими решениями. Учитывая то, что удары по оккупированной территории, которую он сам вроде как считает российской, никакого значения для этой самой эскалации не имеют. Какие последствия могут быть у этого разрешения от США? Честно говоря, не очень понятно, что такого Путин может сделать, чего еще не делал. Потому что буквально на днях мы видели, как всем возможным неядерным оружием российская армия массированно атаковала Украину. Еще до вот этого вот якобы разрешения на удары оружием вглубь российской территории. Соответственно, можно, наверное, ожидать, что путинские войска снова и снова будут атаковать украинские города, электростанции. В общем, такая политика террора продолжится. Это единственный, по сути, ответ, который они могут дать. Потому что военные действия как-то невозможно еще сильнее форсировать. Ну и последнее остается ядерное оружие. Ну, наверное, все все-таки верят в то, что Путин не будет применять ядерное оружие в этом случае. Естественно, он больше использует такую политическую риторику, что не надо, не надо, а то мы ответим. А как, кто ответит, непонятно. А может ли это означать включение в зону поражения какие-то европейские страны, например? Нет, вряд ли это исключено. Ну, иначе начнется война с этими европейскими странами. Почти все европейские страны, ну, имеется в виду, видимо, страны НАТО, они в НАТО. И я не думаю, что Путин готов. То есть на словах он, конечно, говорит, что Россия противостоит НАТО, и что это будет полноценное вступление, да, вот это разрешение на дальнобойные удары, это будет полноценным вступлением НАТО в войну. Но, конечно, российская армия никаким образом не готова воевать с НАТО, даже если мы не берем вопрос ядерного оружия. Да, если вспомнить про ядерное оружие, то и тем более. Очень долго США не давали никакого разрешения на использование этого оружия дальнобойного для ведения военных действий. А что могло способствовать изменению позиции администрации Байдена по использованию этих ракет? Честно говоря, это решение было довольно неожиданным, и я не думал, что Байден в конце срока уже будет что-то такое делать. Все-таки это решение Трамп может быстро отменить своим решением через, собственно, сколько там, два месяца с небольшим, да. Но, видимо, и тема северокорейских военных тут повлияла, и вот эта вот нарочито жестокая атака российская, может быть, тоже вчерашняя, и в целом какой-то отказ Путина идти на мирные переговоры, так скажем. То есть, в последнее время российская власть в ответ на заявление Трампа и все вот это обсуждение, все-таки скорее, да, российские политики говорили о том, что нет, этот план их не устраивает. И у Путина есть свой план, и надо его выполнять, да, захват, собственно, передача России четырех регионов Украины. Это вот такая цель официальная у Путина, они все на нее ссылаются, на его июньское заявление. И, может быть, администрация Байдена решила, что уже, как бы, ничего с этим не поделаешь, им нужно переходить к более активным действиям, и уже не нужно бояться дополнительной эскалации, как они делали это раньше. Сейчас украинские войска отправляют на территорию России дроны Камикадзе, которые долетают до Москвы, Казани, других крупных городов, которые находятся далеко от границы. А что нового тогда несет за собой использование Атакамс, например? Ну, тут надо понимать, что украинские дроны летают гораздо дальше, чем будут летать те же Атакамсы. Тут сравнение, оно не совсем подходит, то есть беспилотники Камикадзе с дальним радиусом действия, они летают там на полторы тысячи километров, скажем. А что касается ракет, то, конечно, они в первую очередь превосходят дроны своей мощью, огневой мощью. Например, ракета Атакамс несет кассетную боевую часть с огромным количеством, по-моему, около 500 или до 1000 в разной комплектации, разного размера этих поражающих элементов, которые разлетаются на большой площади и могут убить огромное количество солдат одной ракетой буквально, или повредить много техники, там какие-то склады, допустим, тоже повредить, поджечь склады с боеприпасами, с имуществом военным. То есть это довольно эффективное и опасное оружие, в том числе потому что, опять-таки в сравнении с беспилотниками, беспилотник сбивать относительно легко, потому что он медленный. То есть, во-первых, есть много шансов попасть, то есть если, скажем, одна установка не справилась, может другая успеть справиться. Даже люди там из ружей стреляют по этим дронам, из пулеметов и так далее. Атакамс — это тактическая ракета, баллистическая, которая летит очень быстро по такой высокой траектории. Ее сбить довольно сложно, а самое главное, она очень короткий промежуток времени, за который нужно успеть ее сбить. Поэтому ПВО справляется с ней с большим трудом. Это уже было видно как раз по атакам того же Крыма, например, где даже современные С-400 российские не могли гарантированно уничтожать все атакамсы, которые были направлены по военным объектам. Поэтому, конечно, все сейчас склады, скопления войск, какие-то там места, где они находятся, различные, может быть, полигоны, где могут находиться как раз северкорейские военные, места стоянки техники, системы ПВО-комплексы те же самые, которые находятся в Курской, Брянской, Белгородской областях, они в большой опасности теперь, когда получено разрешение использовать атакамсы. И последний вопрос, который стоит, это сколько вообще таких ракет сейчас есть в ВСУ? Фактически эта информация неизвестна. Может быть, вот сейчас США собирались анонсировать большой пакет помощи как раз на все оставшиеся деньги, так сказать, там около 6 миллиардов, они хотят выделить ракеты ПВО, они об этом говорили. Ну, может быть, как раз в этот пакет они включат дополнительные ракеты Атакамс, и тогда их будет, ну, достаточно много передадут, там, наверное, не меньше 100 штук, и это будет серьезная-серьезная опасность для российской армии. Чего здесь плохого-то? За эти тысячи дней мы пережили много. Потери, страх, ужас, смерть, разрушение. Но за эти тысячи дней мы доказали прежде всего себе, что мы страна, нация, мы народ. Вот мы доказали всем, и тем, кто дикий на Востоке, и немножечко на Севере, и тем, кто очень умный, и гуманитарный, и цивилизованный на Западе, что Украина была, есть и будет. Наверное, это самый главный результат за эти тысячи дней. И об этом не надо стесняться сказать вслух. Мы доказали всем, что Украина была, есть и будет. И вот эту дату, тысяча дней полномасштабного вторжения, мы встречаем на фоне интересных новостей. Россиянам будет интересно, вообще-то. Им обещали захват Украины и Киева за 2-3 недели. Да нет, за 2-3 дня. Можно сюда поставлять вот эти вот нарезки российских пропагандистов, которые продолжают нести чушь и пропагандировать войну против нас. Они им обещали своим этим недолюдям российским легкую прогулку. А она не получилась. И это колоссальное достижение. Значит, сегодня Путин решил изменить доктрину применения российского ядерного оружия. И вроде бы все должны по этому поводу как-то испугаться. Но ведь на самом-то деле, вот внимание, россияне, вы уверены, что дед адекватен? Ведь почему-то, когда они пишут красивые новые документы о том, что теперь считается агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства. То есть, когда нападали на неядерное государство, то почему-то как-то не думали в таком ключе, что это неядерное государство найдет себе союзников, в том числе у которых есть и ядерная бомба, масса самолетов, подводных лодок и, конечно же, ракет. Значит, дед изменил доктрину, чтобы показать, что у него есть яйца. Но сам сидит в бункере. А изменил он доктрину, потому что дедушка всея Украины, пока еще он, Джозеф Байден, официально дал разрешение наносить удары вглубь Российской Федерации. И что вы думаете, эти удары были нанесены? Я сторонник массовых бомбежек Москвы, потому что излечение произойдет только если это делать в Москве. Мы начали с Брянской области. Город Карачаево. Карачева. Это неважно. Какая разница, что там горело, если учесть, что это был склад ракет и артиллерийских боеприпасов. 67-й арсенал Грау. Что туда прилетело? Наши источники сообщают, что это был Атакамс. Вот сейчас, очевидно, Путин прямо сейчас начнет ядерную войну. Будет нам угрожать смертью, будет угрожать нам бомбежками. Что он еще может сделать? Ага, наверное, они будут бомбить. Так вот я хочу сказать, что для жителей, например, такого города, как Глухов, где они убили много людей сегодня, а им все равно, это была ядерная бомба или другая. Но главный момент все-таки зафиксировали наши корреспонденты. На месте, в Брянской области. Это не так, чтобы сильно далеко, но, в общем, долетело. Такие культурные женщины практически не матерятся в этой Брянской области, надеясь, что это будет продолжаться. Но женщины зафиксировали, действительно, ракета. Увидели они, услышали. Результат достигнут. А российская армия недополучит какое-то количество ракет и боеприпасов. Но тема, она широка, она важна. Болото нервничают. Нервничают в таком контексте, что ведь за два с половиной месяца можно много чего вынести. Имеется в виду до Трампа. Сразу забегая вперед, скажу вам, значит, после смены администрации принципиально ничего не изменится. Если российские оккупанты не захотят остановиться, то бомбежки России продолжатся. К этому моменту, я надеюсь, украинские ракеты уже полетят на Москву. Подписывайтесь на канал. Ну и давайте фиксировать, что мы можем уничтожить за два месяца с помощью американских атакамс. Не так. Украинских атакамс американского происхождения. Список в студию. То, безусловно, попытаются добавить крови во всю эту ситуацию. Будут бить по городам, будут бить по, безусловно, военным объектам. Это штабы округов, штаб округа армий, это аэродромы, это склады, которые у нас есть. Вот, чтобы не сказать более. Так, если Запад, то они попытаются утопить ситуацию в крови. Это явный признак того, что американцы будут покидать всю эту тему, покидать сферу проведения, вернее, территорию проведения СВО, и будут уходить из этой темы. Еще при Байдене. У этих ребят всегда была проблема с логикой. Значит, передали Украине ракеты для нанесения ударов в группы Российской Федерации, для того, чтобы уйти из Украины, как они говорят. Если бы здесь были бы американцы, то по Москве мы бомбили бы давно и очень-очень активно. И было бы масса хороводов, этих хороших, нет, очень плохих, агрессивных русских, которые стали хорошими и которые требовали бы от Путина прекратить войну. Мне нравится, вообще, вот, как бы дискуссия, она же прекрасна. Когда мы празднуем юбилей войны, тысячи дней, российские, как же их назвать-то, ну, потворы, да, российские информационные войска, те, которые нам рассказывали и своему этому Раша-быдлу, что за два-три дня они всего победят и всех убьют, так вот теперь они перечисляют внимательно, понимаете, по пунктам объекты, по которым будут нанесены удары этими ракетами. Если у кого-то есть что добавить в этот список, то пишите в комментарии, желательно с координатами, мы все фиксируем и передаем операторам наших Атакамс. Там будет небольшое уточнение, конечно, но ракетные удары, они начались. Я рад, вот правда, я не считаю, что Россия имеет право безнаказанно убивать граждан Украины. Они должны за это поплатиться своими жизнями, ну, а выжившие деньгами, это тоже очевидно. Вот, но для того, чтобы пропасть между Россией и Украиной была шире, и она была вся в крови, они, в общем-то, применят эти ракеты. Это, скорее всего, по обычным людям, по городам. Но если логика военная, если мы ищем военную логику, то, конечно, по объектам военным. Но Киев, я считаю, Киев, если будут принимать решения украинские генералы, удар будет по энергоносителям, в смысле, по энергетическим объектам. Тец за тец, это правило на этом YouTube-канале мы выработали достаточно давно. Но как это нацистская морда формулирует? Значит, если россияне атакуют украинские города, убивают детей и женщин, то это норма. А когда летит в обратку, это увеличивает пропасть между двумя братскими народами. Слушайте, сразу вот просто тянусь к пистолету, когда слышу вот эту вот конструкцию. Нам убивать можно, а им нет, потому что у нас ядерная бомба. Ну давай, расчехляй, дед войны. Где ты там? В бункере прячешься? Расчехляй бомбу. Раз она у тебя такая большая и страшная. Значит, что там в новой доктрине-то? Интересные пассажи есть. В целом, как говорится в документе, ядерное сдерживание будет применяться при развертывании потенциальным противникам средств ПВО, ракеты средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников. Значит, мы их уже давно попробовали на прочность. И только что очередной раз красные линии были перенесены вглубь Российской Федерации. Что там? Кто там? Кто там вообще беспилотниками руководит? Ну, раз вы воюете с американцами, то попробуйте бахнуть по американцам. Придурки, импотенты, негодяи. Суммируем, потворы. Ну, это опять же все делается по их наводке. Давайте мы тогда чуть подробнее про то, как американцы украинскими дронами руководят и поговорим. А дроны, как и ракеты, летят вглубь российской территории. Вообще, вот этот печальный юбилей. Знаете, что можно по поводу, кстати, юбилея еще сказать, тысячи дней большой войны? Нужно, а, вспомнить всех, кто сложил свои головы и отдал свои жизни за независимость и свободу этой страны. А те, кто жив и здоров, должен задаться одним вопросом. А все ли мы сделали возможное для того, чтобы максимально жестко ответить российским потворам, российским оккупантам, российским нацистам? Как минимизировать цену войны? Как сделать так, чтобы у украинского солдата было все то, что ему необходимо? Это нам вопрос, который каждый, мне кажется, должен сегодня себе задать. А для россиян тоже есть хороший вопрос. Он же точный. А хотим ли мы сдохнуть из-за Украины? Правильно сформулированный вопрос, это уже половина успеха. Теперь главное честно на него ответить. Судя по тому, как в России участились вооруженные нападения на магазины, там, где продают, хранят сливочное масло, они сдыхать не хотят. А это очень такой важный звоночек для ВВХ. Он, конечно, не остановится. Это понятно. И я не считаю невероятным опцию использования ядерного оружия. Но только тут же вопрос в чем? Что они же думали и с корейцами будет точно так же. Что придут эти клоны Кима и все решат. Убьют всех украинцев по заказу Владимира Путина. Оказывается, что может полететь назад. Ладно, давайте-ка все-таки разберемся со списком целей. Они на всех каналах с большим удовольствием обсуждают цели и объекты, которые будут сожжены в ближайшее время. Сегодня, завтра, прямо сейчас. Залп огонь из всех орудий. В частности, речь идет о том, что удары должны наноситься по военным аэродромам и военным объектам за пределами Курской области, в том числе по районам базирования нашей формовой авиации. Давайте сейчас остановимся, потому что я не могу не задать этот вопрос. Значит, если принято решение не создавать шум, и вот это то, что опубликовано было в газетах, это утечка. А когда вы применяете некое оружие? По объекту, который раньше не был вашей целью. Далеко он находился там. Вы же это скрыть-то не сможете, вы же применяете. А не надо это скрывать. Я тогда не очень понимаю, что значит не создавать шум. Не надо это скрывать. Я тоже считаю, что скрывать ничего не надо. Не обязательно об этом писать в газетах, но, как это было сделано несколько дней назад, главное здесь прилет и уничтожение цели. Хотя, вот именно сегодня в Соединенных Штатах нашли чиновника, который так тихонечко, очень аккуратно и все-таки подтвердил официально, что разрешение на удары по российской территории даны. Есть у них такой прекрасный парень с должностью, которую мы особенно так никогда и не слышали. В частности, помощник госсекретаря США по делам западного полушария Брайан Николс. В интервью для Глоба сказал, надо помнить, что война началась с нового, не спровоцированного вторжения России в Украину. Конфликт в Украине может завершиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и будет уважать украинские границы. Боже, как просто. Это элементарно. И каждый, кто смотрит в России это видео, задается вопросом, а готов ли ты, паскуда, сдохнуть за Украину? Уверены? То есть, оружие, которое президент Байден разрешил использовать в Украине, даст ей большую способность защищать себя. Надеемся, это позволит Российской Фашистской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным. И, возможно, она начнет вести мирные переговоры. Не начнет. Точнее, не сейчас. Надо больше ракетных ударов. А желательно в направлении Москвы. Можно, кстати, бомбить Россию по севастопольской схеме. Вы знаете, что такое севастопольская схема? Ну, в рамках юбилея за 2-3 дня будет парад в Киеве. Нужно ее осветить подробнее. Самое, наверное, сложное то, что применение этих ракет, специалисты могут подтвердить, оно будет использовано, как говорят на Украине, по севастопольской схеме. Севастопольская схема – это когда пускается сначала десяток, полтора десятка беспилотников, ПВО глушится на них, потом идет ракета. Почему это пытаются делать втихую? Пытаются западному обывателю не показывать, что Байден и все остальные вслед за ним первые делают шажок по лестнице эскалации дальше? Почему? Чего они стесняются? Все-таки тональность изменилась. Вот это вот слово, набившее оскомину, эскалация. Раньше его очень часто использовали на Западе. И сейчас используют, не без этого. А там, на болотах, они всегда ржали. Ржали, ага. Они дали слабину, показали слабину, они моргнули. А теперь я смотрю, как-то тон изменился там, на болотах. И это интересно. Еще раз, это очередной раз показывает тайну русского характера. Когда они получают пи-люлей, тогда они начинают как-то быстрее и продуктивнее соображать. Именно так. Севастопольская схема, значит, летят дроны, управляемые США. В российском ящике ж не будут врать. Летят ракеты, управляемые американскими специалистами. А угрожают ядерным ударом, почему-то Киеву. Странно. По-моему, в некотором роде это говорит об импотенции Владимира Путина и его идиотизме. Ведь северокорейские солдаты должны были все порешать. В результате полетели в рашку ракеты. Уже полетели. Даже я удивлен. Вот правда. Даже я удивлен, что это произошло так быстро. Обычно любят думать. Неделями, месяцами, годами. Но тут, очевидно, уходящая администрация все-таки решила массу вопросов отрегулировать. И я не думаю, что Дональд Трамп будет продвигать абсолютно другую повестку дня. Вы понимаете, в чем дело? Здесь на самом деле фонд, на котором все происходило сейчас, особенно в средстве массовой информации, фонд был именно привязан к Северной Корее. А Северная Корея – это та тема, которая благодатно воспринимается американской и европейской аудиторией. Так еще раз, почему об этом громко, с трибуны Белого дома, у западных каких-то посточных овальных ворот? Не будете не сказать, я принял решение. А зачем? Зачем? Обычно это делалось именно так. Обычно делалось так. Сейчас не будет делаться. Последние два месяца будут делаться очень многие шаги, которые не будут афишироваться. И я совершенно согласен в том, что, конечно, этим решением Байден подложил даже не свиньё, а Большого Борова Трампу, фактически похоронив его мирный план. Потому что, по крайней мере, из того, что я знаю, в ближайшие две-три недели мы выйдем уже на новый уровень эскалации. Эскалация на российской территории в том числе не только Сумы, не только Одесса. Хотя, с другой стороны, тоже надо признать, я не думаю, что мы будем уничтожать девятиэтажки в Курске. Не потому, что нам их жалко. Конечно же, нет. Просто это нецелесообразно с военной точки зрения. Хотя, для профилактики российского нацизма это было бы, как мне кажется, не лишним, а вам. Я хочу спросить, а где заявление? Если вы откройте сеть Х, где в случае подобном, по сути дела, планета встаёт на порог Третьей мировой войны, мы должны просто трезво понимать, в этой ситуации Америка, хотя бы та, которая пришла с Трампом, должна дать оценку этому совершенно безумному заявлению Байдена. Заметьте, они молчат. И поэтому к вопросу тем людям, которые надеялись на Трампа и на его администрацию, зря надеялись. Вот вы видите, страна США ставит сейчас фактически мир на порог Третьей мировой войны, они молчат, нет ни одного заявления, где Трамп? Но Трамп, он молниеносно реагирует на подобные ошибки и бред Байдена. Для него сейчас как никогда шанс растоптать полностью всю команду Байдена и просто уничтожить демократов. Потому что это абсолютно безумное разрешение, на которое даже сумасшедший Макрон не соглашался. Вот тебе и эскалация, как запели. Они не апеллируют к своему царю, не спрашивают, а где Путин, а что ты сделал? Они просят избранного американского президента повлиять на ситуацию. Ну что ж, по-моему, кто-то начинает догадываться, что дедушка ВВХ принял самое глупое в своей жизни решение 24 февраля 1922 года. И это решение будет стоить не только жизни тысяч или десятков тысяч граждан Украины, но и фашистской России, само собой. Нам просто насрать, сколько их сдохнет. Тут нет и никогда не будет какого-либо сочувствия. Но это будет стоить в том числе жизни и ему лично. И, конечно, даже если это пиар-акция, это способно поднять боевой дух на Украине. Да нет, на линии фронта ни наши, ни противник об этом не думают сегодня. Политики, да, обыватели, да, большинство людей, которые жаждут русской крови, да. А те, кто воюет сейчас на переднем крае, ведь есть закон такой, чем дальше в тыл, тем больше калибр. Никто этими ракетами по действующим ныне войскам бить не будет. Или по штабам бригад, батальонов, дивизий, которые, собственно, сегодня и решают весь вопрос. По крупным объектам возможно, но крупные объекты защищены по-крупному, надеюсь. Особенно если говорим о складах с боеприпасами. Надейся, надейся. Как склад РАУ в Брянской области защищен, мы показали в начале этого видео. Решет то. И эти товарищи угрожают миру всей планете. Да нет, их надо просто один раз жестоко наказать. Наказать и больше они так делать не будут. Я думаю, так. А вы? Вообще-то украинской публике нравится, когда нам больно. Поэтому здесь тоже идет в плюс Зеленскому применение таких ракет. Он отвлекает народ. Он даст возможность покайфовать немножко русофобам от того, что будут гореть объекты на территории России. Но в ответ-то не сразу. По законам мести, которое как блюдо будет подано холодным, я думаю, что ответ будет... Как интересно они строят свою логическую мысль. То, что они били до этого, это норма. А если будет прилетать им, то другие удары — это удары возмездия. Нет, эта логика не работает. Хотя, когда Россия нам больна, ну, мне это нравится. Уверен, что вы меня поддержите. Значит, в тысячный день войны могу сказать только одно. Надо больше поддерживать нашу армию. Независимо от того, где вы находитесь. Независимо от вашего гражданства, вероисповедания, языка, любых аспектов. Ведь это зло универсальное. И уничтожать российских захватчиков, это плюс к армии. Даже если иногда это минус на кредитной или расчетной карте. Тем более, тысячи дней показали, что мертвым деньги не нужны. Инвестируем в нашу армию. Подписываемся на канал. Украина была, есть и будет. До зустричи. Читаю Ройтерс. Первые удары Атакамс по территории России состоятся в ближайшие дни. Вот такое воинственное заявление было зафиксировано вчера вечером на ленте информационного агентства. И тут я сразу подумал, что-то здесь не то. Почему? Потому что написано, что Атакамсы в Россию полетят через 2-3 дня, но не указано, с какого направления и по каким целям. Потому что, если уж выдавать военную тайну, то она должна быть опубликована в полном объеме. Да, вчера вечером заставил многих по-другому посмотреть на жизнь. Но, во-первых, они убили много людей в суммах. И тут комментарии излишни. Главный мой посыл простой. Российские захватчики должны быть уничтожены. Желательно все. До Москвы включительно. Что касается этих ракет. Значит, была публикация со стороны французского, но не самого отвратительного издания, которое сообщило о том, что и Франция, и Британия дали разрешение на удары вглубь Российской Федерации. Но с Фигаро пошло что-то не так. Ну, во-первых, они потом сильно изменили текст. И вот этой опции про то, что скальпы и штормшедл полетят в глубину Российской Федерации, они по каким-то причинам из текста пропали. А потом появилось еще уточнение, что удары-то Джозеф Байден дал разрешение на удары, но исключительно по Курской области. И у нас есть инсайт. Непосредственно из Белого дома. Я вам сейчас все объясню. Дело в том, что Путин хотел померить яйца от Трампа, а тут Джозеф такой, не, ребята, пока президент Соединенных Штатов, я. Было вот так. Вот так было принято это важное решение. Не волнуйтесь, фамилия оператора, который снимал в Белом доме, изменена. И нашему агенту под прикрытием в Белом доме ничего не угрожает. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы называем здесь вещи своими именами. Значит, резюме. Все эти газетные издания, это, конечно, классно. Нам эти новости могут нравиться, могут нет. Я считаю, что это один из элементов, что называется, переговоров с ВВХ. Потому что народ на Западе понимает, что остановить, даже заморозить войну, еще раз, то, что пишет западная пресса, можно исключительно, базируясь на силе. И вот они качают вот эту ситуацию, что, мол, эй, мы тоже можем бахнуть. В принципе, план неплохой. Почему? Потому что такими вот публикациями, да, публикаций мало, нужны еще удары. Но смысл в чем? Что они наносят сейчас, вот эта информационно-психологическая операция, значит, наносят удар по главной идеологической скрепе Российской Федерации. Значит, что сделал Путин с Рашей за 25 лет? Да, все очень просто. У них идеологема проста. Мы можем убивать. Можем убивать безнаказанно. И вот как только эта игра, она начинается в две стороны, в том числе уничтожение россиян, ну, конечно же, с оружием в руках, на российской территории, это сразу всю эту конструкцию, которую выстраивал Владимир Путин долгие-долгие годы, а она сразу рушится. Поэтому этот подход правильный. Но я уже отследил, что в России все информационные войска были подняты по тревоге. Они вызвали всех пропагандистов. Значит, по старой памяти мне известно, что они обычно, значит, Владимир Мудозвон, он же Владимир Соловьев, он пишет обычно свое говно программу в обед. А вчера они по тревоге вызвали все это с форума ртов Владимира Путина. И они начали, конечно же, угрожать. Так вот, тут есть мнение, чем закончится этот момент эскалации. Эскалации. Почему в кавычках? Потому что сначала удары вглубь Российской Федерации, потом обсуждение. Так было бы правильно построить работу с Российской Федерацией, но нет. Так вот, чем может закончиться разрешение бить по российским военным объектам в глубине Раши? Все! И не будет никакой Украины. А еще лучше и Британия, как обычно, да? Потому что вся эта гадость оттуда идет. Есть и такое мнение, вы его уже слышали. Но с ним согласны не все. Я, россиянам, рекомендую внимательно послушать вот эту опцию. А хотим ли мы сдохнуть из-за Украины? Уверен, что вы, как и я, эти два варианта, сдохнуть и за Украину разделим. Просто сдохнуть. Именно поэтому вы подписаны на этот YouTube-канал. С другой стороны, у меня есть точная информация, куда будет нанесен первый удар. Удар по Москве, ну а куда еще бить, если хочешь реально закончить войну? Опция, там она варьируется, это, конечно. Ну, первый удар будет по вот этим координатам. Координаты я, кстати, лично передал. Кому следует. Вышел во двор, пересек дорогу, зашел в американское посольство и рассказал, где снимают программу. Ненависть. Ненависть к Соединенным Штатам. Ну и Украине. Почему? Потому что Штаты – это Запад, и Украина – это тоже Запад. Если мы говорим о том, что сегодня НАТО в прямую воюет, здесь есть разговоры, да, про дальнобойные ракеты, это первый удар будет сюда, вот сюда, в том числе вот сюда. Конечно. Вот в эту студию. Будут целиться. Дурак просто долетит, не долетит. Раньше долетало, и теперь долетит. Главное в этом деле что? Политическое решение. Значит, меня больше всего интересует, насколько эти публичные действия согласованы между действующей администрацией Белого дома и, соответственно, администрацией Дональда Трампа. Тут мы сразу отследили заявление сына Дональда Трампа, который там всячески раскритиковал действующую администрацию. Он написал очень грозно, что там одни дурачки, очень глупенькие и всякое такое, что вот его папе мешают установить мир. Есть еще Илон Маск, да, глобалисты, мы против и всякое такое, потому что, ну, в общем, о них за мир, а Дональд Трамп, простите, Джозеф Байден за войну и вот мешает Дональду Трампу. Не знаю. Что-то мне подсказывает, вот правда, не может быть так, чтобы решения по этому вопросу они не принимались согласованно, если честно. С другой стороны, президентом Соединенных Штатов все-таки является не Илон Маск и не сын Дональда Трампа, а сам Дональд Трамп. И, соответственно, его решение через, сколько там, два с хвостиком месяца, ну, и будем смотреть, наблюдать, подсказывать. Подход мир через силу, он единственно правильный, который может каким-то образом осознать, осознать и понять кремлевский маньячелло. Несколько важных моментов, на которые еще хотел бы обратить ваше внимание. Валентин Богданов очень точно написал, не надо думать, что с командой Трампа это решение не было согласовано. В команде Трампа есть и откровенные ястребы, которые считают, что к миру надо идти через эскалацию. И за полтора часа обсуждения разных тем между Трампом и Байденом Украина тоже обсуждалась. И все это в преддверии саммита в Рио-де-Жанейро, да, что там, большая двадцатка. Маньячелло туда не поехал. Почему? Ну, на всякий случай. Чтобы случайно не попасть на обратном пути в Гагу. Ну, да, знаете, не придумали еще переносных, перевозных бункеров. И Владимир Ха считает, что за него может выступить этот розовый конь или розовая пони. А, Риббентроп современности Сергей Лавров. Значит, тревога на болотах вот реально нешуточная. Они грозят так, как будто так уже не грозили. Хотя хочется сказать, цы ж булов же все. Мы же видим, что большое количество бронетехники, которое было выдано украинцам, пока еще не использовано. И видим, что в последнее время Украина не использовала так активно западные ракеты, как дело до того. Значит, накапливают. Значит, планируют серьезную операцию. Но нам надо быть готовыми и решительными. Что любопытно, что Белый дом и Пентагон отказались комментировать сообщения Нью-Йорк Таймс. Зато говорят, что по их данным в администрации Белого дома большой разлад. Только непонятно, а кто тогда принимает решение. Мы с вами все видели Байдена. Очевидно, что он давно самостоятельно никаких решений принимать не может. Эти генералы-болтологи, генералы информационных войск, они чем интересны? Что они одновременно закидывают разные мысли, которые взаимоисключающие. Значит, в администрации разлад, с другой стороны, в той же администрации, в которой разлад, они все согласовали с Дональдом Трампом. И поэтому будет что? Будет удар по Соединенным Штатам. Быстрее бы, если честно. Тут войска двигаются. Причем особо упоротые генералы считают, что Искандеры от границы с Украиной нужно перекидывать на Дальний Восток и целятся по Аляске. В общем, планов громадье цитирует Владимира Путина Давникова, который рассказывал о том, что если полетит по российской территории, то тогда, соответственно, это будет значить вступление армий стран НАТО в войну. С другой стороны, хаймарцы и не только по Курской области как били, так и продолжают бить. Это тоже факт. Сколько было видеосвидетельств, когда разбирались паромные переправы, и не только они, именно хаймарсами. То есть, я просто к тому, что, ребята, жизнь в информационном пространстве и реалии на Земле, они частенько отличаются. Потому что, если можно бить по российской территории этими условными хаймарсами, то почему хаймарсами можно? И это не война с НАТО, ну, с Соединенными Штатами. А если полетят атакамсы, то тогда, соответственно, это уже война, и нужно уничтожать эти Соединенные Штаты. Такое ощущение, что кто-то хочет нарисовать новую красную линию. Я считаю, что тут нужно просто действовать. Они, ну, в смысле Раша, они схавают все. Но вот правда, просто возьмут и схавают. Вся логика процессов построена именно на этом. Когда-то кто-то говорил, что вот Курская область, в принципе, выход ее из состава России, это красная линия. А теперь, ну, смотрите, все воспринимают это просто как данность. Даже Захарова как-то особо-то и не возмущается. Она думает, что в ее квартирку в Москве не прилетит. А я бы не был так уверен. Тем более, наш друг Борис сказал, где живет Маша. А координаты, они такие. Они универсальны. Товарищ генерал-лейтенант, ну, это уже новый этап войны. Если все, что они вбросили в газеты, окажется правдой. Первое самое главное. Согласно уточненной ядерной доктрины, агрессия неядерного государства при поддержке ядерного государства, есть прямая агрессия для Российской Федерации с правом применения нами ядерного оружия. Не в первый раз российский генерал Боярыш, никогда его начальник Владимир Путин тянутся к ядерной бомбе. Сколько было сказано по этому поводу. Главный смысл такой, не мешайте нам убивать украинцев, потому что нам это нравится. Это как-то полирует величие России, ну, и, соответственно, российских нацистов. Масса-масса страшных заявлений по этому поводу. Но, однако, такое вот у меня ощущение, что они словами хотят остановить украинские атакамсы. А я вот не уверен, они вообще планируются через 2-3 дня к полету или нет. А если полетят атакамсы, тут же вообще очень интересно. Значит, российское ПВО что-то может сбить, а что-то нет. А это будет значить, что очередной раз вся планета убедится, что Рашка — это решето, из которого, ну, решето в смысле, вытекает говно... А, нацизм. Нацизм. Именно так. Если маразматик Байден под занавес своего президентства действительно принял столь опасное решение, то официально объявлять его совершенно необязательно. Ракеты тогда полетят неожиданно. Расчет на внезапность. Могут и объявить. Но в любом случае, о нем завтра на саммите 20-ки в Рио-де-Жанейро узнают лидеры Англии и Франции — Стармер и Макрон. Сами они за то, чтобы бить вглубь России своими ракетами «Стормшейду» и «Скальп». Но только если американцы тоже согласятся бить своими. То есть США, Англия и Франция собираются испытать крепость России и решительность Путина вместе на троих. Чем ответит Россия? Ответ может быть любым. Любым. Не зря скорректирована наша ядерная доктрина. Как вы видите, методичка общая. И для депутатов Госдумы, и для телеведущих. Да и по большому счету у Путина такое впечатление получает тот же набор аргументов. Ядерная бомба, ядерная бомба. Но смотреть за этим, конечно же, любопытно. Я еще раз сторонник того, что на войне врагов не предупреждают. Если публично это фиксируется, обсуждается, это называется игра в уточнение переговорных позиций. Именно об этом идет речь. Вот правда. Но атакамсы же действительно, они не нуждаются в анонсах. Они взяли и полетели. Или встали и полетели. Вот тут единственное, что есть смысл обсудить. Ну и как, мне кажется, немаловажным является еще такой аспект. Значит, это, да, Северная Корея. Любопытно. Насколько связаны между собой события. Значит, американская сторона говорит, мы это делаем для того, чтобы послать знак Корейской Народной Демократической Республики. Потому что якобы там находится на территории России, в соответствии, кстати, с договором, даже если находятся корейские войска, мы будем по ним бить. Но это обозначает, что тогда Корейская Народная Демократическая Республика должна это воспринимать как акт агрессии против своих граждан, которые находятся на территории дружеского государства, в котором подписан договор. И мы не знаем, какая будет реакция Корейской Народной Демократической Республики. Может пострадать не только Южная Корея, но и то побережье США. По полной программе. Теперь, внимание, мы рассматриваем вот эту вот методичку. Про ядерную бомбу мы уже сказали. Есть синхроны, что США должны быть уничтожены вместе, конечно же, с Великобританией и Францией. И тут, внимание, вообще, вот как расшифровать этот вот посыл? Значит, на самом деле все просто. Мудазвон сейчас говорит, если вы будете бить по нам, своими неправославными дальнобойными ракетами, то тогда мы позовем брата, брата Ким Чин Ина, и он нас обязательно защитит. Немножко, вот правда, смешно. Западная пресса пишет, что таким вот образом, ну в смысле бить по Курской области, там где северо-корейцы, идея такая, убить всех северо-корейцев на территории Курской области, ну военных, естественно, уничтожить. И таким образом сказать Киму, что видишь, тебе на этой войне делать нечего, не лезь сюда. Ну да, северо-корейцев давно не было в Европе, это нужно признать. Географически Курская область, это тоже Европа, хотя часть Курской области не только географически, но и политически это Европа. Почему? Потому что суд же наш, а Украина что? Это Запад. Но, что там, генералы поднятые по тревоге, должны прямо сейчас сказать, как погибнет Соединенные Штаты и соответственно их сателлиты. Ракетным войскам стратегического назначения, это четвертое, выходе в районы, позиционные районы пуска ракет, есть у нас мобильная часть, есть у нас стационарная часть. Мобильная часть, она выходит. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам, скальп, штурмшеду и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцы, и мы, Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует. Именно ради этих слов, собственно говоря, все это и затеяно. Ну, имеется вот эта встреча мудозвонов различного калибра. Еще раз, потому что это спецэфир. Америки не существует. Мне нравится очень, когда они одновременно с дедушкой Байденом грозят нашему новому американскому дедушке Дональду Трампу. Но грозят не только американским дедушкам. Гореть будет все. Франция, Британия, Германия. Есть ли они будут начать удары? Слушайте, во Франции и в Британии по четыре лодки подводных, которые оснащены баллистическим ракетом и стеянием оружия. Причем, к нашему счастью, к их сожалению, они, по сути, на сегодня неисправны. Они находятся в базах, в пунктах постоянной дислокации. То есть, они подлежат поражению. И второй сегмент, который у них имеется, это тактические ядерные бомбы, в том числе американские, которые находятся и на их базах. И наносятся удары с F-16 или самолетов нынешних F-35. Но для начала их надо подвесить и зайти в нашу зону поражения. У нас не Папуа-Новая Гвинея. Наша система противовоздушной обороны и наши истребители являются вполне в состоянии это дело воспретить. Если вы не Папуа-Новая Гвинея, тогда что вы так нервничаете, еще раз, что-то они могут сбить. А большинство нет. Атакамсы, и не только они, показали свою исключительную эффективность при нанесении ударов по Крыму. Вопрос в том, что этих ракет недостаточно, чтобы это оказало влияние на ход войны. Потому что часто на Западе говорят, что мы не даем разрешения, потому что это ни на что не повлияет. Ребята, не надо так говорить. Одна ракета не повлияет, а сотни ракет. Гляди, гляди, и повлияет. Но такого количества просто нет. Ладно, боярышник, давай в завершение этого видео уничтожь еще очередной раз Великобританию и Францию. Ну, а потом садись на бутылку. Давайте так, если брать эскалацию с нашей стороны, мы про это уже несколько раз говорили. У нас ядерные заряды в Европе есть у Великобритании, чуть меньше 300, и примерно столько же у Франции. Причем ядерное оружие Британии, оно управляется все от Соединенных Штатов Америки. Франция в этом вопросе более самостоятельна. Мы на сегодня вполне готовы одномоментным ударом уничтожить весь ядерный сигнал Англии и Франции. Способны. Это вполне, наверное, будет один из вариантов сдерживания Соединенных Штатов Америки от нанесения удара по Российской Федерации. Смотрите, они пытаются снова вернуться к этой идеологии. А идеология проста. Мы будем убивать, а нас нет. Значит, вот уничтожат они ядерный потенциал Великобритании и Франции. Очень быстро. За 2-3 дня. Ну, очевидно, чтобы потом провести парад. Почему они это качают? Что, мол, а, мы сейчас как жахнем. Только вот, ребята, линия фронта, она такая, какая она есть, и ситуация на войне такая, какая она есть. И, знаете, нам объективно тяжело. Есть масса всякого, и потери. Много потерь необоснованных из-за тупизма и дурализма наших отцов-командиров. Такое тоже есть. И когда ты смеришь эту войну конкретным взводом, то, конечно, местами жутковато. Но, тем не менее, через 2-3 года, да, скоро 3 года, тысяча дней, да, большого вторжения. И что мы имеем? А они своих целей не выполнили. Это факт. Может быть, это действительно подарок от нашего дорогого дедушки Джозефа Байдена, уходя на тысячелетие, на тысячный день большого вторжения. Мое мнение. Меньше слов, больше ударов. Только таким образом это решается. Но пока, пока Сумы, пока Одесса, не первый раз и, к сожалению, не последний. Поэтому, когда мы размышляем тут о ракетах западных, лучше всего, наверное, сфокусироваться на другом. А где наши ракеты? Летящие куда? Да, правильно. В студию Владимира Соловьева. В качестве первого предупредительного. Хороший вариант. Подписывайтесь на канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет оккупантом. Всем смерть. До зустречи. До зустречи. До зустречи. Продолжение следует...